Праздник Пасхи продолжается и во вторник Второй Седмицы совершалось особое пасхальное поминовение усопших. После литургии в Омском Успенском соборе митрополит Омский Таврический Владимир с духовенством совершил Вселенскую Панихиду. Радоница – это пасхальный день поминовения усопших, с которыми православные христиане разделяют радость о воскресении Спасителя. Поэтому и духовенство совершает службу в белых облачениях. Как учит православная церковь, мы должны молиться за наших усопших братьев и сестер, что называется, пребывать в молитве. Мы это стараемся делать по возможности. На Радоницу мы молимся о спасении душ дорогих нашему сердцу усопших. Подаем записки для поминовения, заказываем панихиды, а уж потом идем на кладбище, где могильный холм венчает православный крест – символ победы вечной жизни над смертью. Уже с вечера мы начали упоминать своих родных. Пекли блины, как это водится, значит, вот будь я, то, что вот чем упоминать. Сегодня раздали, кому помогли, чтобы упомянули наших родных и близких. Самое главное – это наши молитвы. Не так нужно даже те цветы на кладбище и на могилах, как вот наши молитвы в храме. Для верующих смерть является лишь переходом в виной мир. Это обязывает христиан не скорбеть о потере близких, а наоборот – радоваться их рождению и в новую жизнь. Сегодня Небесная Церковь и Земная Церковь вместе молимся. То есть те братья, которые ушли из этой жизни, они молятся там за нас, а мы молимся здесь за них. То есть друг другу мы приносим радость. Потому что для них сейчас, кроме молитвы и милостыни, ничего им больше не нужно. Если человек прожил свою жизнь в любви к ближним, соблюдая Христовы заповеди, стоит ли печалиться по поводу его кончины? Ведь само слово «радоница» говорит о радости и о том, что покойный ушел в лучший мир. И тогда светлая мечта о будущей встрече с ним на небесах способна утешить печальных и обрадовать их.